Ижевчанка Юлия Краснопёрова месяц назад осталась без работы, но без дела долго не была. Узнала, что муниципалитет готов трудоустроить желающих для благоустройства городских общественных пространств. Своей новой работой девушка довольна. Весь день в парке, на свежем воздухе, генеральная уборка, почти как в собственной квартире, на совесть. Мы узнали через интернет, что там много мест для сокращенных людей. Вот мы приехали, жили в деревне, то что сокращение было. Финансово это помогает, да? Да, это очень большая будет поддержка. Уборки у нас хватает, люди у нас добросовестно работают до последнего. Генеральная уборка сегодня в сквере оружейника Другунова. Десятки ежевчан новой работой дорожат, а потому каждый метр лесопосадки защищается быстро и качественно. Хоть мусора здесь и очень много. Бутылки, бумага, всякая мебель, стёкла, всё. А вот эти мусорские стёкла никак не положат. Они рвутся сразу. Да вот тут родник тут вообще много. Придётся ещё из воды заставать эти. Всего в рамках проекта «Генеральная уборка» в городах Удмуртии создано около 400 новых рабочих мест. И будут созданы ещё. Работы по благоустройству общественных пространств много, а из-за режима самоизоляции провести традиционные субботники в привычном режиме невозможно. Власти Ежевска пошли ещё дальше. Они объявили месячник по благоустройству города. Особое внимание уборке грязи с дорог и тротуаров при введении в порядок придомовых территорий. С начала месячника собрано уже 4700 тысяч купических метров мусора. Также муниципальные подрядчики, которые занимаются содержанием дорог, около 13 тысяч тонн смёта вывезли с дорог и тротуаров. Ещё одна особенность этого года. Мы обратили внимание на уборку валежника. Очень много обращений было от граждан. Где-то на зелёных зонах, на газонах скапливались ветки, спиленные деревья. Вот этой весной мы более 200 таких участков почистим. В эти дни генеральные уборки проходят во всех уголках Удмуртии. В Ежевске намеченные мероприятия должны быть совершены к дню города. Дмитрий Варановнин, Василий Харяков. Новости. Новости.